За полгода произошел рост дорожно-транспортных происшествий, их на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Число пострадавших также выросло в этом году 57 человек. Погибло 4 ребенка, сообщил начальник ВД Сочи Сергей Огурцов. И тут, по его мнению, необходимо менять работу в системе ГИБДД, чтобы сократить аварийность на дорогах. Глава города Анатолий Пахомов поддерживает любые предложения, даже если на это понадобится дополнительное городское финансирование. Глава Сочи попросил пересмотреть организацию дорожного движения во всех районах курорта. Где-то поменять знаки, где-то открыть дополнительные объездные пути. А чтобы сократить детскую преступность, глава города предлагает организовать студенческие оперативные отряды. В целом, оперативная обстановка в Сочи улучшилась. По сравнению с прошлым годом, количество преступлений следилось более чем на 8%. На 17% стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений. 100% раскрываемость, краж, разбой в грабеже и преступления в сфере незаконной миграции. Выросла раскрываемость угонов машин. Пресечено заказное убийство. При поддержке ОМОН и Росгвардии задержан киллер. Совместно с ФСБ пресечена деятельность двух лабораторий по производству синтетических наркотиков. Задержаны жители Томской Свердловской области. Изъята крупная партия наркотиков. 10 тысяч разовых доз. Две женщины из Росгвардии пытались реализовать в Сочи. Более 60 мероприятий было проведено по факту нарушения миграционного законодательства. Начальник УВД Сочи отметил, что необходимо усилиться в сфере борьбы с контрафактным алкоголем, потому что суррогат в городе в немалых объемах, как и немало поддельных купюр. Одним из приоритетных направлений, считая борьбу с фальшивомонечеством, видом преступления, подрывающие экономическую безопасность государства, стремительно развивающиеся технологии изготовления поддельных денег, требует от всего правоохранительного блока города Сочи принятия замедлительных мер реагирования. Правоохранители регулярно изымают из оборота нелегальное вино. Проводят занятия с продавцами магазинов, как отличить поддельные купюры и как правильно реагировать, если они уже попали в руки. Полиция общественной безопасности также проводит профилактические мероприятия, чтобы высокий сезон в Сочи оказался спокойным. Продолжение следует...